С помощью которой мы делаем распределенные проекты, то есть проекты, которые работают не только в одном языке программируемых, например, с веба можно считывать данные с помощью патрона, с мобильных устройств можно получать данные с данных программ. И, наконец, выдавать значение тоже на экран с помощью тригрэнтера, юнити или тач-дизайнера, звук генерировать с помощью новостей скридов и супер коллайдера. То есть реально, у нас есть проекты, в которых почти все компоненты включены. Просто какие-то вещи нам удобно делать новые программы. Обработка кинектора в камерах. Какие-то вещи удобно делать в юнити, тригрэнтера, если нам нужно летать в каком-то пространстве, в лабиринте. Звук тоже с помощью тех вещей я должен делать. А если мы говорим про перформанс, то есть, конечно, культы, но иногда удобно управлять какими-то параметрами с помощью iPad или Android. То же самое, если говорить про инсталляцию, какие-то детские игры. Удобно на кнопку по мобильному то есть, если мы нажимаем кнопку и играть на кнопку устарается. Много есть этих протоколов, но сейчас самый популярный вот такой вот протокол для управления, это OCC Open Sound, это замена MIDI протокола, который был в 80-е годы, для связи между инструментами музыкальными. Сейчас он такой сетевой, в основе делается он на TCP. То есть, можно доказаться, что что-то послали, а это никто не принял, и ничего страшного. То же самое, если сигнал пропал или часть его только дошла, то вы этого не узнаете. В этом было отличие от протокола TCP, который используется чаще всего. То есть, когда вы скачиваете JPG-матинку с веба, вы хотите все-таки быть уверены, чтобы она скачалась цветком. Особенно экземпера, если вы скачиваете, вы хотите, чтобы он дошел вам цветком, и часть его были не перепутаны. Но в то же время UDP, он хорош тем, что он работает быстрее, ему не требуется handshake, то есть, установление связи. И он, как раз, применяется в случае, когда, ну, если один пакет передавался, то не страшно. То есть, чаще всего сейчас применяется в сетевых играх. Когда у вас там состояние сцены и игры в положении игроков передаются, передаются, передаются. Если у вас передаются они на скорости 60 кадров в секунду, и так получилось, что один раз в это не передали, то ничего страшного, программа не лежит. То же самое тут, то есть, когда мы посылаем данные с коннекта между программами, если кто-то скорость 30 кадров в секунду, если там один пакет потерялся, то не страшно, через малую долю скуму, с новым примером. Торматы, хотя тоже сейчас удобные, с такими скоростными, с помощью UDP, просто они там сами устраивают систему проверки лишних шагов. Сейчас я вам покажу простой пример. У нас будет скачущий шарик летать между двумя программами OpenFrameWorks. То есть, для создания такой системы OpenFrameWorks нужно подключить это OpenFrameWorks и ввести два объекта, посылатель и получатель. И они между собой обмениваются сообщениями это OpenFrameWorks, то есть cMessage. У сообщения есть адрес, который пишется в стиле углов слэш, бол, вы могли бы сказать, бол, стоп, икс, там еще что-нибудь. И к сообщению прицепляются какие-то параметры, типа флот аргумент или целая аргумент или строковая аргумент. Здесь у нас present. Это параметр. Есть у нас скачек сейчас в нашей части экрана или пять. x, y и его положение, мы x, y и его скорость. Сетап. Чтобы не запутаться, мы пишем, например, бол 1 и бол 2. У нас две программы. Значит, шарик сам начальник существует. У него какие-то начальные положения и скорости. Вот. Мы ставим сэндр. Сетап. Глопал хост 1, 2, 3, 4, 5. Глопал хост это значит, что мы будем посылать данные сами себе на одной и той же машине. Если у нас несколько машин, то мы можем писать имя этой машине. Ну, компьютера. Или Airdas. И будем говорить, что мы будем посылать данные по порту 1, 2, 3, 4, 5. Порты меньше десяти тысяч, там, они бывают системными. Больше десяти тысяч. Даже с десяти тысяч, там, 2, 16. Они бывают обычно свободными. А принимать мы будем на порт 1, 2, 3, 4, 6. Дальше. Удейт. Ну, мячик у нас и скачет. То есть у нас в каждом моменте в рейдинге x, y меняются по образцам скорости. Удейт. Удейт. Если x у нас долетел до левой части крана, мы переворачиваем направление скорости и делаем тут и отскок. То есть, насколько мы улетели длиннее, настолько, ну, 20, настолько мы сразу вправо перемещаемся. То же самое и x у нас y. Сверху или снизу. Но если мы улетели вправо, то мы делаем лично другое. Мы создаем сообщение ОСЦ, говорим ему адрес BOL, устанавливаем ему первое значение x. Причем x меньше 500. Ну, чтобы в том экране, в том компьютере, в другой программе, чтобы он был слева от экрана. Устанавливаем у, скорость по и, скорость по у и отправляем. И говорим, что теперь в нашем экране этого мяча не было. И слушаем своего обучателя. Если пришло какое-то сообщение, смотрим очередь сообщений, берем его, смотрим, если это пришло к адресу BOL, говорим, что у нас теперь есть мячик. И считываем аналогичным образом x, y, v, x, v, v. Вторая программа, она аналогична только здесь у нас. Нет, во второй программе. Посылателем 1, 2, 3, 4, 6. Получателем 1, 2, 3, 4, 5. Чтобы они друг друга посылали. И здесь отличие. Мы посылаем им когда x больше 500. А когда x меньше 20. Все. А в остальном моменте надо. Ну, давайте закончим. Та самая штата, с помощью которой мы делаем многопроекторные и многокомпьютерные инстриации. То есть, если у нас есть сеть, мы подключаем несколько компьютеров по сети, и у нас программа обменивается своими частицами или чем угодно по сети. ОСС предназначен на передаче малого количества данных. Если вам нужно передать изображение, мы это тоже можем делать только с помощью TCP. С помощью TCP мы прямо по Python переберем картинку с компьютерным компьютером. Это тоже можно. Но ОСС он будет проще. Когда она нужна для малого параметра, положения и несколько частиц, мы используем ОСС. Для реальной инстриации нужно использовать проводную сеть. Все-таки Wi-Fi лучше использовать. И лучше использовать гиберпидную сеть. Все ускорее. То есть, программа называется Touch SC. Она очень простая и есть гораздо более подъемлемая. Но вот, ну, гиберпидная, она очень простая. То есть, насколько это правда стоит, ее можно купить. Или для андроидов, или для iOS. На десктопе вы с помощью мыши консульмируете управление. Например, двумерные триппэды, или одномерные снайперы, или холки, там еще что-нибудь. И потом вкачиваете его на устройство. Здесь у меня показан PWM-синкризатор. Как бы уголовно-рядно, чем-то это попроще вещь. Здесь, в этой программе, я должен указать, куда я буду посылать данные. А данные я буду посылать в программу на VMX. Которая сует на экране кружок. Ну, это мы используем как аналог прожектора. Который, ну, то есть, когда какие-то перформансы происходят. Обычно нужен прожектор, который за перформером следит, чтобы вид его видит. Иногда мы используем вместо этого, какой-то управляемый источник света. Который может ездить вниз, менять размер, яркость. И менять чертность крови. То есть, в реальных прожекторах, это будет делать с помощью дефокусировки. Размер тоже меняется с помощью, там, изменения, там, любит препаратной функции. Прожекторы, конечно, значительно более яркие, чем в проекте. Но, тем не менее, в реальном случае, у нас это получается. Ну, тем не менее, ну, собственно, мы так делаем. В реальном случае. Вправляем источник света с помощью айпадов. То есть, человек быстрее. Сейчас сказать не можно, ну. Уйдет. Извини. Видите. То есть, так как это происходит, безумие, пальцы не имеются. Шатреть. Это удобно. Минус такого способа управления в том, что пальцы у вас, они не чувствуют в компании управления. Если здесь больше двух датчиков, больше двух элементов управления, то вам постоянно нужно на него смотреть на сцену, это неудобно. То есть, в этом смысле, реальные пункты, они гораздо удобнее, чтобы пальцы можете щупать и чувствовать где они. То есть, здесь, в общем-то адресикло. Ну. В общем-то. В общем-то. в общем-то.